До того, как стать известным актером, Александр Петров мог стать профессиональным футболистом. Кроме этого, он мог стать и обычным экономистом, но не сложилось. И сегодня на канале мы вам расскажем, как провел юность и чем занимался Александр Петров до того, как стать известным. Родился Александр 25 января 1989 года в Переславле-Залесском. В его семье не было артистов, да и сам Саша в юности мечтал вовсе не о сцене. У парня главным увлечением стал футбол. Поначалу это было как хобби, но впоследствии Петров загорелся идеей стать профессиональным футболистом. Но его надежды на спортивную карьеру разрушились после несчастного случая. Серьезное сотрясение мозга. Окончив школу, Петров поступил на экономический вуз местного университета. На первом курсе увлекался участием в КВН, был активным участником его команды. Также входил в состав студенческого совета и играл в театре-студии «Антреприза» под руководством Иваненко. Но вскоре парень понял, что изнурительные лекции и семинары – это не его. А вот участие в КВН и студенческих спектаклях ему очень нравились. Поэтому в 2008 году Александр с первого раза сдал экзамены на режиссерский факультет в ГИТИС, который он успешно окончил в 2012. Будучи на втором курсе, Петров дебютировал в телесериале «Голоса». А вот отличным трамплином в дальнейшей карьере актера стали сериал «Пока цветет папоротник» и комедийная мелодрама «Абхазская сказка», где молодому Александру доверили главные роли. После этого актера стали постоянно приглашать в разные проекты. Большую популярность Саша получил после сериала «Полицейский срублевки», где он воплотил образ полицейского Гриша Измайлова, которому приходится обслуживать элитный, но такой непростой район. Рядом с ним в кадре появились Софья Каштанова, Александра Бортича и Сергей Бурунов. В 2016 году актер приобрел новый опыт озвучивания персонажей мультфильма «Волки и овцы. Безумное превращение». Немного о личной жизни актера. 12 лет Петров встречался с Дашей Емельяновой. Они познакомились еще в школе. В Москве юноша увлекся сценой и отодвинул чувства на второй план. Пара рассталась в ноябре 2014-го. В 2015 году на съемках картины «Притяжение» Александр влюбился в коллегу, начинающую артистку Иру Старшинбаум. Это была дебютная роль девушки. Их роман длился два года. В 2017-м в прессе прошел слух о скорой свадьбе. Влюбленные делились с поклонниками фотографиями в социальных сетях. Брака сочетания ждали два года, но в июне 2019-го пара поссорилась. Через месяц актер был замечен в компании Анастасии Милославской, где они познакомились на съемках нового фильма «Стрельцов», который скоро выйдет на наши экраны. Петров является владельцем гостиницы «Петров-авеню» в Переславле-Залесском, который выполнен в тематике кино. Сейчас актер очень популярен, и его приглашают сниматься почти во все крутейшие проекты. Он уже снялся в таких, как «Гоголь», «Лед», «Текст». В 2020-м на большой экран выйдут четыре работы Александра Петрова. В кинофильме «Ильи учителя Стрельцов» Саша исполнил центральную роль спортсмена. Лента повествует о футболисте Эдуарде Стрельцове, чья карьера была сломана заявлением об изнасиловании. Во вторжении Федора Бондарчука актер снова встретился с Ириной Старшинбаум. Тематика ленты похожа на притяжение 2017 года. События развиваются вокруг корабля пришельцев, с которыми входит в контакт студентка Юля. Кроме того, поклонники фильмов «Лед» и «Метод» увидят продолжение любимых картин. Роль у Петрова будет та же. Александр входит в число молодых актеров России, которые к 30 годам достигли невероятного успеха. Но, несмотря на это, он продолжает учиться, экспериментировать и полностью посвящает себя любимому делу, не давая поблажек на свойственную молодость и ветренность. Петров не скрывает свои тяги к Голливуду, предполагая, что однажды сможет попробовать свои силы и за рубежом. Я счастлив как ребенок, потому что я играю в футбол и занимаюсь еще своим любимым делом, снимаюсь в кино. А это... И на сегодня у нас все, ребята. Подписывайтесь на наш канал, ставьте лайки. Всем удачи, всем спасибо. Спасибо.